Прямо сейчас поведу о том рассказ, как Днепр Евгения Мефодьевича Кучеревского шел к своему кубковому успеху 1989, с кем играл, кого побеждал, как Днепряне отказались проиграть полуфинал за деньги в Тбилиси. И что из этого вышло? Про скандальный финал с незасчитанным голом Юрия Савичева и протестами московского торпеда после. А также как фаворит Кубка СССР 1988-89 Киевская Динамо Валерия Васильевича Лобановского буквально проползала всех своих оппонентов, пока в полуфинале не влетела московскому торпеду Валентина Казмича Иванова. А также как в Тбилиси проигрывал четвертьфинал московский Спартак. В общем, будет много интересного. Поехали! Кубок СССР 1988-89 стартовал еще тогда, когда игрались решающие поединки предыдущего Кубка страны 1987-88. 2 и 22 мая были сыграны матчи 1-32 финала, сразу на вылет. С одной шестнадцатой, состоящей уже из двух поединков, думаю, в гостях, в борьбу вступили представители высшей лиги. Главный фаворит турнира Динамо Киев 16 июля, уверенно обыграв Домогурью из Ланчхути 2-0. В ответке 5 сентября, как раз на видео, Горелла с таким же счетом уже на 28 минуте. Счет открыл бывший игрок киевского Динамо Виктор Хлус, Данелия выровнял шансы. Но Игорь Биланов еще в первом тайме забил спасительный гол 1-2. В 1-8 финала киевлян снова ждала драматическая развязка только в первом матче, где могли проиграть с разницей в два мяча, но 1-1 в итоге. Жальгерис в Вильнюсе повел 1-0 после гола Фридрикоса на 38-й минуте. На 72-й Панкратиев не смог переиграть с 11-метровой отметки Виктора Чанова. Бумеранг прилетел на последнее 90-е после дальнего удара Олега Кузнецова и явной ошибки Концявичуса на воротах. Дома динамовцы при 12-ти тысячах зрителях еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе. Постарались Василий Рас и Алексей Михаличенко. На следующий 1989 год пошли матчи на вылет. Киевляне без проблем разобрали на запчасти дома при поддержке 19-ти тысяч болельщиков на республиканском стадионе торпеды Кутаиси 3-0. Дубль Олега Протасова и гол Михаличенко еще до перерыва. Правда, в полуфинале другая торпеда, Московская, поставила подопечным Лобановского мат 0-2 в столице. Но вряд ли себе произошло, не испытывая Киевское Динамо огромные проблемы с составом. Виктор Чанов, Анатолий Демьяненко, Андрей Баль, Владимир Бессонов, Иван Яремчук, Павел Яковенко, Алексей Михаличенко травмированы. Василий Рас уехал играть в испанский эспаньол. Из стопроцентно основных остались лишь Олег Кузнецов, Геннадий Литовченко, Олег Протасов и Игорь Биланов. Лобановский потерял две трети основного состава. Тут любая команда поплывет. Да, по ходу весенних матчей чемпионата основными стали 20-летний Олег Лужный и Олег Соленко, 19 лет от роду, со скандалом, перешедший в Киеве Зенита. Но все равно за Динамо в основе играл даже не полудубль, а дубль усиленный игроками основы. Можно даже сказать молодежная команда. Житков 24 года, Лужный 20, Заяц 19, Кузнецов 26, Шматоваленко 22, Гориллы 23, Кончельский 20, Литовченко 25, Соленко 19, во втором тайме его заменил Погодин 20, Протасов 25, Биланов 28. Убираем основных Кузнецова, Литовченко, Протасова и Биланова и имеем почти молодежный состав. Да еще Лужный был удален на 53-й минуте. Еще один фаворит Кубка СССР, Московский Спартак, в 1988 году не испытал особых проблем с проходом украинских оппонентов из низших лих. Нива, Тернополь 4-1-0-1, Колос, Никополь 3-0-3-1. А затем был выезд в Тбилиси, где на стадионе Динамо 17 мая 1989-го 26400 зрителей взрывом позитива праздновали гол Кахабе Рацхададзе. Когда после навеса с углового 20-летний талант головой вонзил мяч, Спартаковский ворот оказалось, что произошло извержение вулкана. А что творилось после того, как тбилисты повели 2-0, когда за незабитым пенальти сразу же последовало второе, даю видео из футбольного обозрения. Через четыре дня, 21 мая 1989 года, в Тбилиси на полуфинал приехал еще один лидер советского клубного футбола Днепр. Дальше слово Игорю Шкуырину, который наблюдал за матчем из скамейки запасных, цитирую. В Тбилиси мы проводили полуфинал Кубка СССР. Нам сразу предложили большую сумму за сдачу матча, но, разумеется, все отказались. По ходу встречи Днепр ввел 2-0. Играть оставалось еще 10 минут. Я тогда был в запасе, поэтому все прекрасно видел. В центре поля на бровке столкнулись игроки Днепра и Динамо. Арбитр штрафной не назначил. Грузинский футболист, мое уточнение, сосочедия, повернулся к трибунам, начал громко возмущаться, размахивать руками. А люди словно этого и ждали, и в мгновение око смял милицейские кордоны, они рванулись прямо на поле. Наши ребята вместе с судьями тут же бросились наутек в сторону раздевалок. А я помню, стою как завороженный и смотрю на эту картину. Интересно думаю, чем же все закончится? Потом поворачиваю голову и вижу, что из наших на скамейке запасных уже никого нет. Тут до меня дошло, что надо быстро рвать когти. А на арене творится беспредел. В ход пошли пустые бутылки, гирьки, которые используют на базаре, еще какой-то хлам. В Леху чередника кинули здоровенный железный штырь, просвистевший у него по духам. Володе лютому кто-то заехал кулаком в челюсть. Полчаса мы сидели в раздевалке, пока Гуцаев и Кипиане, мое уточнение, динамовские тренеры, пытались успокоить народ. Вроде удалось. Вышли мы доигрывать матч. На последней минуте судья поставил в наши ворота утешительный пенальти. В итоге мы победили 2-1, но после игры еще два с половиной часа не могли покинуть стадион, который окружили разоренные болельщики. Похоже, это была заранее спланированная акция, конец цитаты. Так как у меня спортивный канал, я не буду вдаваться в подробности происходящих тогда событий в Грузии, апогеем которых стали жертвы 9 апреля 1989 года в Тбилиси во время разгона массовых митингов и демонстраций, прибывшими со всего союза спецназовцами. Скажу только, что после этого играть в Тбилиси стало небезопасно. И я вообще поражаюсь мужеству украинской команды, которая не прогнулась под тяжестью негаплоприятных обстоятельств и выиграла в раскаленном котле главной спортивной арены Грузии. Что говорило только об опыте и возмужении команды, которая созрела для международных успехов. Пускай и локальных, но созрела. Днепр по кубку проходил таких соперников. Шинник Ярославлю 5-0-2-0, Зенит Ленинград 1-0-1-1. Причем, матчи проходили в сентябре 1988 года, когда чередник Лютый и Тищенко в составе олимпийской сборной добывали золото Сеула 1988. То есть Днепр даже в ослабленном составе прошел Зенит. Дальше было Минское Динамо, как раз на видео. Четвертьфинальный матч состоялся 29 апреля 1989 года на Метеоре при 6000 зрителях. Забить могли оба соперника, но большая настойчивость Днепра принесла свои плоды на 79-й минуте после отличного удара Николая Кудрицкого, после чего Днепряне и прошли закалку характером в Тбилиси. А дальше был скандальный финал, который состоялся на московских Лужниках 25 июня 1989 года. 30 тысяч зрителей увидели красивый гол Антона Шоха на 34-й минуте и не менее эстетское взятие ворот Днепра Юрием Савичевым. Только вот главный арбитр матча Вадим Жук из Минска, доверившись Лайнсмену, отменил гол из-за офсайда. Ох, сколько же потом этот момент крутили по центральному телевидению. Мол, смотрите, товарищи, офсайда не было, а гол был. Значит, финал нужно переиграть. После финала московская торпеда, заплатив 500 рублей в глав в спорт СНАП, подало протест с требованием переиграть решающий матч Кубка Союза. Конечно же, никто ничего переигрывать не собирался. На заседании спортивно-технической комиссии Федерации футбола было принято решение про ошибочные действия арбитров, которые не засчитали чистый гол ворота Днепра. Дальше дело было передано для вынесения окончательного вердикта в Президиум Федерации футбола СССР, заседание которого состоялось спустя пять дней после финала, 30 июня 1989 года. Большинством голосом 9 против 3 было принято решение торпедовский протест отклонить и оставить результат финала в силе. Никто не оспаривал ошибки лайнсмена, но при этом руководствовались параграфом 33, положение о всесоюзных соревнованиях по футболу, который гласит, цитирую, «не принимаются к рассмотрению протесты, если они поданы на решения, принятые арбитром, поимевшим место в игре случаем». Конец цитаты. Таким образом, Днепр впервые в своей истории выиграл Кубок СССР. Главный тренер торпеда Валентин Иванов от переживаний слег в больницу. Все эти обстоятельства очень негативно повлияли на автозаводцев. До финала они шли на втором месте чемпионата страны, после стали больше проигрывать. В итоге они смогли достойно защитить честь всего советского футбола на международной арене в Кубке Кубков. Из этого всего можно сделать вывод, что неудача в финале Кубка СССР и последующие после него события с разбирательством протеста сломали торпедовцев, прежде всего в психологическом плане. Хотя, если команда высококлассная, то должна быстро восстанавливаться после подобных ударов судьбы. Торпеда сие не удалось. И вторую часть сезона парни Валентина Иванова провалили. Сейчас читаю эти строчки и думаю, как же хорошо, что придумали вар. Ведь это ж сколько футбольных несправедливостей удалось бы избежать. Да, был бы видео повтору в 1989 году, то еще не известно, кто бы выиграл финал Кубка СССР. Но история не терпит сослагательного наклонения. Случилось то, что произошло. Днепр впервые в своей истории выиграл Кубок страны и в таком вот составе. Сергей Краковский, Андрей Юдин, замена Александра Червоны, 88-я минута. Иван Вишневский, Андрей Сидельников, замена Владимир Лютый, 83-я минута. Вадим Тищенко, Николай Кудрицкий, замена Евгения Яровенко, 67-я минута. Владимир Багмут, Алексей Чередник, Антон Шох, капитан Эдуард Сон, Евгений Шахов. Тренер Евгений Кучеревский. Итак, на Кубке Советского Союза появится 14-я надпись. Надпись 14-й команды, это Днепропетровск. Понимаю, устали очень? Так, есть, конечно. Ну а что ощущаете? Вот были чемпионами Советского Союза, теперь завоевали Кубок страны. Это, наверное, даже может быть больше успех, чем чемпионское звание. Потому что Днепр еще не был обладателем Кубка, а чемпионом уже был. Поэтому не только я сегодня счастлив. Я думаю, вся наша команда, все наши болельщики, которые болели за нас, большое им спасибо. Мы очень счастливы. Ну еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Евгений Форч, немножко хуже бледное лицо. Все в порядке? Да. Антон, Евгений Форч, как самочувствие? Что легче, выигрывать или сидеть на скамейке? Ну, очевидно, выигрывать. Там работа заставляет. И нервы. Некогда не думать о нервах. А здесь каждый момент, каждый эпизод отдается, кажется, тебе в сердце. Поэтому, в принципе, игра, может быть, не столько получилась зрелищно красивой, но по накалу, конечно, она была очень динамичной. Огромное желание было у той и другой команды победить. Когда поверили в победу, вы лично, когда судья дал финальный свисток. Да, когда судья Жук дал финальный свисток, победители радовались такому грандиозному кубковому успеху. И еще не знали, что она кажется единственным в истории клуба. Что интересно, Днепр стал четвертым украинским клубом, с которым в 1980-е торпеда сражалась в финалах Кубка СССР. И если однажды, в 1986 году, автозаводцы оказались сильнее Донецкого Шахтера 1-0, то в 1982-м победили киевляне 1-0, в 1988-м Харьковский Металист 2-0, в 1989-м Днепр 1-0. Такая себе фатальная Украина для столичного торпеда, так же, как и сама команда Иванова для Спартака. Впрочем, это уже совсем другая история. С вами был Саныч, до новых встреч!